Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. Сегодня это за счет чего ускорятся поставки медизделий в больницы и поликлиники. Как помочь ребенку преодолеть трудности, которые возникают во время учебы. Стоит ли ругать ребенка за плохие оценки и наоборот поощрять за хорошие? И как мотивировать ребенка и вызвать интерес к учебе? Я Анастасия Петрук, давайте начнем. Начнем с вопросов, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы отвечаем максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к корреспонденту программы «Объясняем СПБ» прямо на улице и спросить все, что интересует здесь и сейчас. Здравствуйте, меня зовут Рада, и у меня есть вопрос. Как можно получить налоговый вычет за стоматологию? Если человек официально трудоустроен, то за платные медицинские услуги, в том числе стоматологический, может вернуть себе часть потраченных денег. Для этого потребуется оформить налоговый вычет. Какие документы для этого нужны и куда нужно обращаться, сейчас все расскажем. Начнем с того, что получить налоговый вычет вы можете не только за себя, но и за мужа, жену и детей. А теперь поговорим о том, сколько именно денег вы сможете вернуть. Это 15 600 рублей, то есть 13% от 120 000, максимальной суммы, на которую можно получить компенсацию. Вы спросите, как же получить этот вычет? Все довольно просто. Для начала нужно собрать документы. Это договор с клиникой и копия ее лицензии. Справка об оплате медуслуги с кодом 1, декларация 3 НДФЛ и справка о доходах 2 НДФЛ. Далее следует обратиться либо к работодателю с заявлением на налоговый вычет и пакетом документов, либо сразу напрямую в налоговую. Обратите внимание, подать заявление нужно не позднее трех лет с момента оплаты лечения. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Банк России установил минимальные требования к страхованию банковских карт. Меры вступят в силу с 1 октября. Они помогут обезопасить людей от потери или повреждения карт. Кроме того, полисы добровольного страхования включают и другие риски. Например, списание денег со счета мошенниками. В данных случаях установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме. При этом он вправе предусмотреть и большую сумму возмещения. Тогда компенсация будет ограничена этим значением. Важно отметить, что из страхового покрытия исключаются случаи, по которым банк по закону обязан возвращать похищенные средства. Урегулирован убыток должен быть в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего. Правительство продолжает создавать условия для стабильных поставок медицинских изделий в поликлиники и больницы. Один из таких шагов – решение смягчить требования при госзакупках соответствующей продукции. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Речь идет о государственных закупках медизделий, по результатам которых между регионом и производителем заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами. Новые правила разрешают объединять в один лот товары различных видов. Это позволит снизить число закупочных процедур, а необходимые товары для врачей и пациентов станут поступать в больницы гораздо быстрее. Родители детей-инвалидов смогут не только получать пособия по уходу, но еще и работать. Проект указа об этом по поручению президента подготовил Минтруд. Ожидается, что документ вступит в силу уже с 1 января следующего года. В ведомстве отметили, что сейчас семьям детей с ограниченными возможностями приходится выбирать или работать, или получать поддержку от государства. А вот изменения в нормативную базу позволят им трудоустроиться по принципу частичной занятости и таким образом не потерять пособия. Напомню, размер выплаты родителям и опекунам детей-инвалидов первой группы составляет 10 тысяч рублей. И получают ее только неработающие граждане. Ну а теперь такая возможность появится и у родителей, которые будут работать неполный день, дистанционно по договорам авторского заказа и гражданско-правового характера. Те же условия распространяются на индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Наш эфир продолжается и прямо сейчас поговорим об адаптации к школе и о том, с какими трудностями можно столкнуться на этом пути. Как правильно помочь ребенку преодолеть трудности, которые возникают во время учебы? И стоит ли вмешиваться в конфликты с одноклассниками, если отношения не складываются? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим гостем Северином Гречаном, главным детским психиатром Санкт-Петербурга, заведующим кафедрой детской психиатрии Государственного педиатрического медицинского университета. Северин, здравствуйте, я рада приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Анастасия, очень приятно, очень рад. Тогда продолжайте, продолжайте. Я думаю, что мои вопросы, они, конечно, не будут носить исчерпывающий характер, но они помогут семьям, родителям, детям. Это самое главное. Тогда давайте начнем с вопросов. Адаптация к школе. Почему первоклассникам всегда сложнее всех? Здесь действует обычная человеческая инерция. Когда мы пытаемся что-то спросить с наших детей, мы забываем о том, что мы сами такие, что нам самим тяжело менять место работы, менять место проживания, даже уезжаем куда-то отдыхать, тоже адаптируемся не с первого раза, не с первого дня. Поэтому здесь обычная человеческая инерция. Конечно, ребенку не хочется куда-то идти, он приведет к детскому саду, он привык ко взрослым, которые его окружают. Зачем ему этот новый коллектив? Тем более, что школьное обучение отличается тем, что все успехи ребенка оцениваются с моральной точки зрения. Если раньше в детском саду он хотел, умел писать, хотел, умел читать. Нет, это его дело. Впереди школа. То здесь, в общем-то, он поставлен перед необходимостью это выполнять. И, конечно, это новый коллектив, где разные ребята. Обязательно кто-то будет сильнее по характеру. Обязательно кто-то будет лидером. Обязательно кто-то, с кем-то ты подружился сегодня, а завтра окажется, что этот твой друг, вроде бы как устоявшийся, он заинтересовался кем-то другим. Очень обидно. Очень обидно. Это типичные детские вот эти вот обиды. Мне кажется, что во взрослом мире они тоже существуют, но в детском мире, конечно, они ярче. А что можно сделать, чтобы подготовить первоклассника к школе, чтобы он пришел и чувствовал себя более комфортно? Ну, самое главное, на мой взгляд, это родительская уверенность. Дети заимствуют чувства, эмоции родителей. Если родители паникуют по пустякам, если они делают, так сказать, далеко идущие выводы из тех минутных неудач, которые происходят в жизни ребенка, то, конечно, и ребенок, соответственно, тоже драматически оценивает вот эти вот ситуации. То есть излишне самим не переживать и не транслировать свои переживания ребенку? Излишне не переживать, дать ребенку возможность самому адаптироваться к школе. Это никогда процесс не может быть очень быстрый. Это всегда достаточно длительный процесс. Более того, в нашей практике мы всегда с некоторым опасением относимся к детям, которые пришли и с первого же дня со всеми подружились, произвели впечатление на учителей, сходили в соседний класс тоже, познакомились. Вот за таким вот, за такой вот повышенной общительностью, которую мы называем гиперадаптозом, да, то есть сверхадаптацией, очень часто стоит внутреннее эмоциональное напряжение, которое сейчас вроде бы не дает о себе знать. Сейчас все хорошо, сейчас все великолепно, но срывы этих механизмов адаптации он почувствует через какое-то время, да, и мы заметим, что за этой легкостью на самом деле стояло глубокое внутреннее напряжение ребенка. То есть гиперадаптация и недоадаптация, это все плохо, нужно где-то искать баланс и золотую середину. Да, и то, и другое, конечно, не очень благоприятный случай, но ребенок, современный ребенок, он немножко длительнее проходит вот этот процесс, понимаете, потому что все-таки условия стали, по сравнению с тем, что было раньше, условия стали более такие тепличные, да, меньше социальной ответственности. То есть меньше игр во дворе, да, даже банально. И во дворе меньше игр. И в детском саду, если раньше ребенок уже 4-5 лет, он готовился к празднику, ему надо выступить, рассказать стихотворение, то сейчас, в общем-то, это такая, так сказать, присутствует некоторая вариабельность. Хочешь ты там читаешь стихи, хочешь нет, хочешь ты убираешь свою кроватку в детском саду, хочешь ты вообще туда не ходишь, да, в этот детский сад. Вот раньше, например, строго утренний прием заканчивался в 8 часов. Сейчас современная семья может договориться с кем угодно и как угодно, что их ребенок там подходит чуть-чуть с опозданием, да. То есть нет такой... То есть жесткой дисциплины нету, и, соответственно, они не привыкли. И когда в школе ты приходишь, и тебе говорят, вот, ты должен быть, вас только веди себя так, делай вот это, это стресс. Стресс, и главное, ребенок не знает, почему. У него нету жесткого вот этого слова «нельзя», «можно» и «надо». Слова «надо» вообще нет сейчас, к большому сожалению. Вот. Поэтому, конечно, вот это вот все. А это мешает. Почему? Потому что ребенку самому необходимо, ну, упорядочить немножко свою жизнь, да. Когда ты все делаешь по инерции, когда у тебя отработаны привычки, у тебя остается огромное количество времени, да, свободы на то, чтобы заниматься нужными, важными вещами, интересными вещами, вот. Детям может мешать многое, да. И не очень приятные условия, шум там, отвлекающие какие-то стимулы. Другие дети. Другие дети. И очень неприятная парта. Вот если ребенок немножко хоть отличается по размерам, по габаритам, вот, то есть такие случаи, когда полгода он приспосабливался к партии, так и не мог найти вот это вот расположение ног, да, вот, или локоть положить, да, вот как ему, как расположиться, да, сидел перекрученный, сколиоз там, понимаете. Вот это все то, что, казалось бы, у нас очень легко. Пришел, занял положение, сел, тихо, спокойно слушаешь. На самом деле для многих это невероятный стресс, да, вот этот локомоторный статический стресс. Это входит в понятие адаптационный шок первоклассника, да. В детском саду ты легко встал, поменял положение, перешел, да, тебе надоело, ты вообще лег на этот ковер. А тут 45 минут сиди и не двигайся. Да. И внимай, так сказать, информации. Мы задали петербуржцам вопрос, стоит ли вмешиваться в конфликты с одноклассниками, если отношения у детей не складываются. Давайте послушаем, и потом вы скажете свою точку зрения. Обязательно. Может, ребенок не может из себя постоять. А может, ребенок может из себя постоять. Так что это уже... Ну, я думаю, что родители пускай не вмешиваются. Я считаю, что не нужно вмешиваться, потому что ребенок должен сам уметь уже с детства за себя постоять и отстаивать свои интересы. Если конфликт между детьми, они должны научиться тоже разговаривать друг с другом, так сказать, и уладить этот конфликт сами. Вмешиваться нужно, потому что сейчас изменились морально-нравственные ценности. Школа утратила воспитательную функцию, поэтому вмешиваться надо, привлекать и учителей, и школьного психолога. Ну, если просто поссорился, так сказать, теоретически, без всяких рукоприкладств, то надо ребенка учить, что надо договариваться, надо смотреть с другой стороны. Нет, не нужно вмешиваться, потому что дети все равно подружатся потом, а родители так и будут ненавидеть друг друга. Мнения разные. Что скажете вы, эксперт? Значит, вмешиваться и знать об этих проблемах – это разные вещи. В любом случае, прежде чем принимать решение, вмешиваться или нет, надо, так сказать, досконально ознакомиться с этой ситуацией. Надо слушать своего ребенка, надо слышать, что он говорит. Не обязательно сразу же давать ответы на все вопросы. Надо от некоторых вопросов, надо, так сказать, воздерживаться от дачи решений. Ну, например, мама говорит, ты знаешь что, у меня в свое время была такая же ситуация, я делала так-то и так-то. То есть это зависит от ситуации? Нет такого однозначного ответа? Нет, мы не вмешиваемся, пусть дети разбираются сами. Есть ситуации, в которые родитель должен подключиться? Конечно, конечно. Иначе можно довести до того момента, когда ребенку уже откровенно, там, коллектив применит насилие к нему, да, к этому... И уже будут какие-то непоправимые истории. Да, да, конечно. Но самое главное, самое главное, надо в любом случае какое-то время предоставить ребенку возможность решить этот конфликт самостоятельно. Вот, спросить, как ты будешь, что ты будешь делать, как ты поступишь в той или иной ситуации, проиграть ее, да, вот. Может быть, узнать, сходить инкогнито родителю, скажем, в школу, узнать, знает ли учительница о чем-то таком, да, вот. Наблюдала ли она, что она конкретно видела. Потому что очень многие конфликты, особенно в раннем школьном, в младшем школьном возрасте, да, они носят такой немножко гипотетический характер, они додумываются, вот, фиксируются на обиде. А вот что касается конфликтов подростков, то там скорее, значит, там профицита информации нет, там скорее дефицит информации. То есть подростки, наоборот, склонны чего-то скрывать, чего-то утаивать. Поэтому там вот нужно относиться внимательно. И тоже разбираться. Тоже разбираться и принимать какие решения, но... А, например, отдать ребенка в спортивную секцию, чтобы он мог дать отпор, если на него нападут. Вы знаете что, вот здесь вот скорее я, я как врач, я сталкиваюсь скорее с негативными последствиями, да. Вот у меня был случай, когда отец, так скажем, тренер по боксу, да, вот, имеет награды, титулы, а ребенка обижают. Ребенка обижают. И отец, да, он может провести тренировку, одну, вторую, третью, но он не может вытравить вот это вот состояние паники, когда каждый раз вот этот вот булищий его одноклассник начинает разговаривать развязным тоном с ним, да, таким, знаете, диктаторским, директивным тоном. Он не может, у него душа в пятке, да. То есть тут уже еще нужна психологическая поддержка. Одним спортом, так сказать, сыт не будешь. Одним спортом сыт не будешь. Спорт всегда в контексте психологии человека. И некоторым детям очень долго противопоказаны какие-то командные спортивные соревнования, да. Вот детям, которые испытывают невротические трудности, показан большой теннис. Почему? Потому что ты, а это развивает нисколько не меньше, чем другой спорт. Ну вот, допустим, команда... То есть нужно выбирать каждому что-то свое. Вот наш корреспондент Алексей Смирнов подготовил сюжет о том, как дети проводят свободное время от учебы в спортивных секциях. Давайте посмотрим, увидим, как они веселятся. Учеба в школе – это большой стресс. И справиться с ним детям помогают кружки дополнительного образования. В лицее номер 369 их 47, в том числе этот танцевальный класс. Ну-ка. Во-первых, это держит в тонусе. Чем больше занят человек, тем больше у него свободного времени, потому что ребята умеют организовывать свой день. Наши кружки направлены только по интересам. Если ребенку интерес он посещает, если не лежит душа, значит он выбирает себе другой кружок. Чтобы снять стресс психоэмоциональный, подает легкий стресс физический. Мы на дополнительном занятии по физкультуре у второклассников. После уроков ребята играют вот такими мягкими мячами в вышибалок. Смотрите, как они веселятся. Тут грустить об учебе и тревожиться просто не получится. Мне очень нравятся. Тут самые добрые педагоги в мире. Что ты чувствуешь на таких занятиях? Ну, успокаиваюсь немного. Это что-то грустное такое произошло в школе. Ребята заняты в основном в спортивных художественных кружках художественной направленности, потому что это кружки эмоциональной разгрузки. Но не без интеллектуальных кружков. Это касается естественно научной технической направленности. Почему ты ходишь на кружок, скажем? Интересно, прикольно в них поиграть. Для ума они полезны. Когда взял много кружков, бывает иногда тяжело успевать на всех. Но если успевать, то будет очень классно. Мне нравится ходить на шахматы, потому что можно отдохнуть и учиться на своих ошибках. Для гармоничного психического развития ребенка очень важно общение со сверстниками, творчество и спорт. И это очень отрадно, что в школах Петербурга с каждым годом становится все больше кружков дополнительного образования. Как вот эта творческая студия? Ну что скажете? Творческие студии, эмоциональная разгрузка спортом, все-таки все вместе. Это работает на детей? Конечно, работает. Конечно, работает. И шахматы тоже. Это попытка понять самого себя. Это попытка... В шахматах человек чаще проигрывает, чем выигрывает. Это попытка понять, как реагировать на неудачи. И справляться с ними. Справляться с ними, справляться с негативным чувством. И шахматы это настолько древний и, так сказать, не столько даже интеллектуальный, сколько психологический, так скажем, режим реализации личности. Ведь это же надо рассчитать так, чтобы хватило на всю партию. Однократно, так скажем, потерянная фигура, это еще не драма, не проигрыш. У нас остается буквально 30 секунд. И я вам задам вопрос. Стоит ли хвалить за хорошие оценки или стоит ли ругать за плохие? Как вы считаете? Ну, я думаю, что однозначно ругать точно не стоит. Другое дело обсуждать, почему и как, что в этой ситуации можно сделать, как ребенок сам видит улучшение этой ситуации. Часто он испытывает негативные чувства. Высказываться ему сложно, поэтому иногда даже и задавать вопрос, что происходит с тобой, что, как ты себя чувствуешь, не надо. Надо. Ты все прекрасно знаешь. Если надо, спроси у мамы, как сделать так, чтобы завтра была в математике не двойка, а тройка. Мама тебе ответит. То есть верить. Верить, любить и разговаривать. Спасибо большое за этот разговор. А я напомню, мы беседовали с Северином Гречаном, главным детским психиатром Санкт-Петербурга, заведующим кафедрой детской психиатрии Государственного педиатрического медицинского университета. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я, Анастасия Петрук, Объясняем СПБ. 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 Продолжение следует...